Привет, просветители! Или лучше уже говорить, потенциальные иноагенты? Ну, как минимум, третьи лица. Совсем скоро поймёте, о чём я. Вот уже несколько лет я начинаю свои ролики с этого приветствия. Ну, без третьих лиц иноагентов, только с просветителями. И новые подписчики, которых за это время добавилось немало, не совсем понимают, совсем не понимают. При чём здесь свет? Остапов, ты о чём? Пару лет назад весь интернет говорил о просто потрясающем в своей конкретике законе о просветительской деятельности. Думаю, все мы понимаем, чем более размытые формулировки у закона, тем лучше для тех, кто этот закон принимает. Под просветительской авторы законопроекта предлагают понимать осуществляемую вне рамок образовательных программ деятельность, направленную на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок для профессионального, творческого или интеллектуального развития. И таким образом, любой социальный или научный ролик на ютубе – просветительская деятельность. Учите своего ребёнка читать. Просветитель. Объяснил соседу по парте, как решить задачу про две трубы и бассейн. Просветитель. Сосед-алкоголик рассказывает, как правильно солить огурцы. Верно. Просветитель. Практически каждый популяризатор науки выступил против закона. Петицию с требованием остановить этот кусок законопроекта подписало несколько сотен тысяч человек. Тысячи учёных выступили с однозначным осуждением. Как вы понимаете, закон был принят, и еда в тех самых расплывчатых формулировках. Один из авторов этого шедевра решил так ответить на критику. Мы не предполагали, что наш закон будет распространяться и на блогеров. Чувствуете этот вайб профессионализма и экспертности? Нет? Ну тогда, возможно, это вам стоило подобную инициативу продвигать. То есть факт, что сейчас буквально каждый человек, который открывает рот, не для того, чтобы закричать «Путин президент мира», хотя, с другой стороны, это тоже распространение информации. По вашим же словам, просветитель — это не проблема. А вот то, что блогеры всполошились, это, конечно, серьёзное дело. В общем, да, просветители. Во всей этой ситуации радовало только то, что буквально через неделю всем стало наплевать на эти формулировки и термины. Там, если что, по закону, эту самую просветительскую деятельность с государством нужно согласовывать. Алло, мы тут с дочкой падежи учим, и я узнать хотел, вам отчёт можно в свободной форме сдать? Или табличка Excel нужна? А, табличка. Понятно. Спасибо. Но одно дело с просветителями бороться, и совсем другое врагов Родины искать. Когда человек задумывается о получении паспорта другой страны, перед ним обычно встаёт огромный финансовый вопрос. Где взять деньги на инвестиции в бизнес или недвижимость? Ну, например, в Израиль можно переехать просто по еврейским корням. Иное дело, что далеко не все из нас знают историю своей семьи. И вот здесь вам может помочь центр репатриации «Герцель». Компания предоставляет полный цикл услуг. От поиска в архивах до оформления всех документов. «Герцель» уже давно на рынке, поэтому вы можете рассчитывать на быстроту и качество. Вместе с паспортом Израиля вы сможете получить немало преимуществ. Здесь есть 161 страна без визы, поддержка новых граждан, медицина одна из лучших в мире, средняя продолжительность жизни на 10 лет больше, чем в России. Тут же стоит отметить, что 20% населения – это выходцы из бывшего СССР. Это, безусловно, поможет с адаптацией. Пройдите тест по ссылке в описании и узнаете, каковы ваши шансы получить паспорт Израиля. Почему я вдруг сегодня решил поговорить об иноагентах? Дело в том, что на прошлой неделе это законодательное облако в штанах вообще потеряло какие-либо границы. Все как мы любим. Категория третьей лица появится в законодательстве об иноагентах. Об этом сообщил в четверг замминистра юстиции Российской Федерации Олег Свериденко. Поговорили, что только два агента расуществуют. По его словам, Комитет Госдумы уже поддержал законодательную инициативу, которая будет касаться любых третьих лиц, которые не являются иноагентами. Они даже не аффилированы с иноагентами, но они, как третьи лица, могут оказывать определенное влияние волей-неволей и помогать иноагентам нарушать 255-й закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Волей-неволей. Просто потрясающая формулировка. Интересно, а там где-нибудь внизу будет ссылочка со звездочкой, что конкретно подразумевается под неволей? А разграничивать-то как-то будут, а то несерьезно получается. Один-то помог волей, а другой неволей. Вот я как-то в своем ролике упомянул иноагента Николая Соболева. Меня никто не заставлял. Значит, я распространил информацию о нем по собственной воле. Но была ли у меня цель нарушить закон, значит все же неволя. Что воля, что неволя, все равно. Мы надеемся, что этот инструмент у Минюста появится. И мы будем, может быть, некоторые каналы, которые будут показывать известных иноагентов, может кто-то будет нарушать традиционные ценности, предостерегать некоторое время, после чего будет следовать штраф. Понимаете, кто-то будет показывать иноагентов, кто-то нарушать традиционные ценности, и все будут платить штрафы. Что это за кусок текста? Уважаемый Олег Свериденко, не хочу вас расстраивать, но вы бы ЕГЭ по русскому языку не сдали. Окей, ты сделал репост видоса какого-нибудь иноагента. Получаешь по попке. Это я могу понять. Не поддерживаю, но понять могу. Даже своим гуманитарным мозгом. Но нарушаешь традиционные ценности. Это что еще за новшество? Если у меня детей нет, я уже нарушитель, мне деньги на штраф пора откладывать? Ссылка на бусте в описании. Ролики без рекламы, эксклюзивные видосы, которые можно найти только там, ранний выход роликов, подписывайтесь. Или это только третьих лиц касается. А я третье лицо? Не, ну как филолог я понимаю, что я это первое лицо. Но с точки зрения закона. Хотя, с другой стороны, а чему я удивляюсь? Если практически с самого начала было понятно, что ничего не понятно. Нам уже несколько лет пытаются доказать, что все эти плашки должны защитить хороших и правильных россиян от плохих и неправильных. И для человека, который максимально далек от политики, отличная идея в 2023 году полностью поддерживаю. Во всем этом есть смысл. Ну смотрите, человек получает деньги от западных кукловодов. И за это промывает мозги всем нам. Ну или попросту продает родину. Окей, попытаемся избежать резких формулировок. Но работаешь на враждебное государство, будь добр сообщить об этом. Пусть Вася Пупкин знает, что конкретно за этот ролик Сереже заплатили. И он живет на иностранные гранты. Там еще что-то было про кровь девственниц, но я уже не помню. Но все это так работает исключительно на бумаге. В случае некоторых наших журналистов, теми самыми кукловодами оказались друзья из СНГ. Пример не из головы. Друг из Беларуси. Купил тебе кофе. Поздравляю, это зарубежное финансирование. Звучит бредово. Не только звучит, хочу сказать я. Потом гром прогремел для блогеров. Оказалось, что монетизация... Да-да, то самое иностранное вливание. Хотел бы я, чтобы сейчас этих вливаний было у меня побольше. Поэтому любого блогера, если захотеть, можно абсолютно спокойно наградить плашкой. Правда удобно, учитывая, что оппозиционных СМИ-то у нас больше нет? Ну, они тоже все иноагенты. Ладно, но если быть очень-очень хорошим мальчиком и максимально послушной девочкой... Чарли, будь хорошим мальчиком. Оставь провод в покое. Иди отсюда. Не выпускать ролики на ютубе. Оплачивать все счета в кафе самостоятельно. Не дружить с белорусами. У меня отец белорус, поэтому я могу так шутить. Тогда-то точно можно будет высказать свое мнение. И ничего не опасаться. Тебе же никто не платит. Ээээ, ну, как бы это помягче сказать? Нет. Вот, как все мы просветители, точно так же каждый из нас потенциальный иноагент. Поздравляю. А мама говорила, что мне нечего в резюме писать. Похоже, серьезным дядям или тетям мы здесь не сексисты. Надоело разбирать чеки из ближайшей кафешки, поэтому теперь никаких западных денег для того, чтобы тебя признали иноагентом, больше не нужно. Даже не знаю, то ли радоваться, то ли плакать. Теперь достаточно находиться под иностранным влиянием. Что это такое, спросите вы? А что вы у меня-то спрашиваете, отвечу я. Это я, что ли, подобные формулировки придумывал? Официально. Иноагентом может стать любой. Посмотрел Нетфликс? Иностранное влияние. Отдохнул в Италии? Иностранное влияние. Хм, господин Славьев. Послушал Нирвану? Иностранное влияние. Фанатки кей-попа? Ну, тут даже обсуждать нечего. Иностранное влияние. Нет, ну, на мой взгляд, это просто депутатский шедевр. Создать такой закон, по которому вот реально практически каждого россиянина можно привлечь, это дорогого стоит. Сколько у него зарплата? Не, ну за такие-то деньги, да. Вот вы сейчас слушаете человека, который вещает хоть и с дружественной, но и с чужой страны. Этого и, конечно, зря. Поздравляю, вы подвергаетесь иностранному влиянию. Уже ощущаете это непреодолимое желание предложить свои услуги американским хозяевам? Нет? Я думал, я лучше работаю. Но не волнуйтесь, есть отличный способ, как защитить себя от любого иноагентства. Никогда и ничего не писать в интернете. Варежку закрой. Спасибо. До тех пор, пока вы сидите молча, не высказывайте своего мнения, если оно отличается от официального. Никому вы даром не нужны. Скорее всего. Но это не точно. А вот решите вконтактике возмутиться состоянием дороги или разваливающейся школой, иностранное влияние в три секунды обнаружится. Правда, и тут не все так однозначно. Нельзя не только в интернете буянить, но и политической деятельностью заниматься. Окей, скажете вы. Я обычный студент третьего курса. Какая нафиг политическая деятельность? Наивный мой пирожочек. Митинг, демонстрация, публичное обсуждение политики, обращение к органам местной власти. Да, про состояние дорог лучше не писать. Высказал мнение о решении властей даже не публично и не в интернете? Молодец. Политическая деятельность. Я и сам в некотором роде политик. Голосую за Остапова на ближайших президентских выборах. Ладно, ничего не пишем, ничего не обсуждаем. Просто улыбаемся и дружно киваем. Ну, максимум крестиком вышиваем. Тогда-то точно вы враги народа не запишут? Не все так просто. Вы можете не заниматься политической деятельностью. А вот она вами будет. Но если то, что вы делаете, противоречит национальным интересам России, пацифисты на выход с вещами, ценностям Российской Федерации, пацифисты, вернитесь, захватите еще феминисток с собой, спасибо, обожаю этих ребят, то вы занимаетесь политической деятельностью. Чайлдфри, феминистки, борцы за гендерное равенство, те, кто выступает против домашнего насилия, что я могу сказать, добро пожаловать в политику. А теперь вишенка на торте. Человек, который находится под иностранным влиянием и подходит под критерии иноагента, должен сам о себе сообщить в Минюст. Ну что, насмотрели своих оппозиционеров третьи лица? А ну марш на себя докладную писать! 4 числа я, Остапов Павел Викторович, посмотрел видео, но не хочу это писать, посмотрел видео. Друзья, если вы хотите поддержать это видео и думаете, что оно достойно большого количества просмотров, то, пожалуйста, поставьте лайк. Это очень поможет. Кроме того, не забывайте про мой Телеграм. Там все новости образования появляются гораздо быстрее. И, кроме того, мне кажется, там достаточно интересно. Напоминаю про свою страничку в Бусти. Если готовы меня поддержать, то милости прошу. Я буду очень-очень благодарен. Ну а я встречусь с вами уже на следующей неделе, в понедельник, в 17.00 по Москве, в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи!